Добрый день всем! Рады приветствовать вас на четвертой заключительной лекции образовательно-просветительского проекта «Экспедиции трех веков» после Дамни Клуха Маклая. Сегодня с нами будет лектор Игорь Викторович Чининов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра азиатских и Тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии Российской Академии наук. Я прошу вас написать в чат, либо сказать голосом, слышно ли нас, видно ли нас, все ли в порядке, и мы будем, здравствуйте, и мы будем уже начинать нашу лекцию. Также, пока вы отписываетесь, я сегодня с вами поделюсь тремя подготовленными видео по трем лекциям для подготовки к нашему конкурсу, в котором, надеюсь, вы примете участие. Да, здравствуйте. Замечательно, нас и слышно, и видно. Игорь Викторович, я тогда передаю вам слово. Презентацию, пожалуйста. Всем добрый день. Продолжаем цикл лекции экспедиции трех веков по заданию Кухом Аклая и сегодня лекция моделирования экспедиций. Следующий слайд, пожалуйста. Полевые этнографические экспедиции в тропической зоне имеют свои специфические особенности, связанные как с климатом, так и с природно-ландшафтными характеристиками. Мы сначально поясним, что биография, как это, с природой человеческого, описание народов. То есть, сначала это включало описание традиций, обрядов, обычаев различных народов Земли. Сейчас эта наука чаще всего в нашей стране называется этнология, то есть изучение народов. И туда входит не только описание того, что ученые фиксируют во время своих полевых работ, но и также совершаются различные теоретические построения, классификации относительно социальных структур, терминов роства, а также различные гипотезы относительно этногенеза народов мира. Следующий слайд. Мы изображаем берег Маклайо. Тропические регионы Земли. Довольно сложные в плане изучения и вообще в плане проживания человека. Такие области, как бассейн Амазонки, бассейн Амазонки, бассейн Амазонки, конго, тропические районы островов Суматра и Калимантана. Довольно сложные в плане проведения любых работ. Но Новый Гвинея занимает особое положение среди них. Новый Гвинея – это своеобразный полюс недоступности в тропической зоне. На побережье – это густые манглеры зароски, далее топкие, труднопроходимые болота, густые тропические леса, москомы гор, глубокие щели, гигантские насыпи, горные пики. И все это очень трудно при преодолении таких препятствий. И первые исследователи, когда сталкивались с этими сложностями, испытывали неимоверные страдания. Поэтому в реактивной подготовке экспедиции на Новый Гвинею требуется понять множество условий. Следующий слайд. Так, сейчас дождем, кто следующий слайд. Прошу прощения, некоторые технические неполадки. Продолжайте, пожалуйста, я подключу, как только у нас будет возможность. Хорошо. Путешественники в прошлых столетиях, когда решались отправиться в дальние корея, испытывали серьезные проблемы, потому что они зачастую не знали, что будут изучать, кого изучать, что необходимо предпринимать, чтобы преодолевать те сложности, которые могут возникнуть в отдаленных регионах земного жара, особенно в тропических зонах. Например, перед тем, как направиться на Новый Гвинею во второй половине девятнадцатого столетия, Николай Николаевич Миклуха Маклай владел небольшой информацией об этом острове. Дело в том, что к тому времени во всем мире имелись весьма скудные сведения как об острове, так и о населяющих его племенах. Ходили туманные слухи о том, что якобы пополосы – это нечто среднее между эпизианным человеком, что волосы у них растут на голове якобы пучками, и что у них кожа какая-то особая шершавка. И вот, имея перед собой такую картину, Николай Николаевич Миклуха Маклай отправился в этот удаленный таинственный остров в целях развеять все мифы. Следующий слайдер. Здесь сказано, что действительно научная исследовательская экспедиция – это изучение определенного района, получение новых данных о тех народах, которые населяют. Это если мы говорим именно об этнографической научной исследовательской экспедиции, о которой дальше пойдет речь. Следующий слайдер. Тут приведены три типа географических исследований, и наиболее полноценным являются именно стационарные исследования, которые действительно ученые проводят среди изучаемого народа длительное время, начиная от недели и до долгих месяцев. Например, Николай Николаевич Миклуха Маклай при первом и втором посещении берега Маклая пришел среди попуасов по 15 месяцев, что позволило ему собрать колоссальный материал по различным аспектам их традиционных культур и хозяйственного плата. Следующий слайдер. Подготовка экспедиции в настоящее время занимает длительный процесс. Этнографы перед тем, как выехать в изучаемый регион, штудируют все известное на тот момент терпу о предыдущих экспедициях, которые бывали в тех краях. Это полевые работы их коллег из других стран, либо же из нашей страны. Это отчеты путешественников, это отчеты различных чиновников, включая колониальных, ну а также записки миссионеров. Все то, что содержит какую-либо информацию о населении того региона, является очень полезным для этнографов при подготовке к экспедиции. Уладить максимальной информацией о том, куда едут, что исследуют. Второе, это, конечно, самопроведение экспедиции, сбор коллекций, сбор сведений по духовной культуре, по фольклору, хозяйственному кладу. Ну и, наконец, третий этап, это уже повозвращение с экспедиции, обработка материала и подготовка научных статей и других публикаций в следующий слайд. При подготовке, конечно, первонаперво, как здесь было сказано, выбирается определенная местность, ставятся задачи, цели экспедиции и набирается команда. Общая команда должна быть из профессионалов высокого уровня, специалистов по данной тематике, сибиротетную графию, которые же имели опыт работы в этой сфере и которые прекрасно представляют тот регион, куда отправляются. Конечно, экспедиция должна включать, как минимум, 3-4 человека, прекрасно знакомых с темой. Зато экспедиция будет комплексной. Вот здесь уже сказано по информационной подготовке, по прошлых исследований. Что касается научного оборудования, то для антрополога это, конечно, гиктофон, сейчас это юридический смартфон, ручка и записная книжка, самые главные предметы, которыми он должен быть снабжен. Если брать антропологов физических, которые изучают антропотипы, то у них имеется свое собственное оборудование для измерения голов и цвета кожи. Следующий слайд. Здесь показана встреча потомкой русскоученого, ее полной тезкой Николая Николаевича Микухом Аклая с поплавским берегом Аклая в 2017 году. Первая встреча, когда нас встречала на берегу огромная толпа. Для них это было событие, но равносильно тому, как при нас было пришествие представителей иных миров и заход планетной системы. Следующий слайд. Конечно, иметь полное представление о том, какое население проживает в данном регионе, это только половина дела. Второй задачей является увладение каким-либо языком, чтобы иметь прекрасные коммуникации с местным населением. А вообще первые путешественники европейские в разные регионы мира испытывают с этим огромные проблемы. Когда они пребывали в незнакомой местности, сталкивались с местным населением, не понимая языка друг друга, возникало много проблем. Общаться происходило срока при помощи языка жестов, и зачастую такое недопонимание обоюдное приводило к тяжким последствиям, вооруженным стычкам. Именно языковой барьер является самым главным на пути установления контакта с местными жителями. В настоящее время, например, в Папу Новогвинеи с этим проблем нет, если исследователи прекрасно владеют английским языком. Сейчас в Папу Новогвинеи английский язык – это государственный язык, но еду с языком Токписин и Херемоту. И вдавляющее большинство взрослого населения в той или иной мире на английском разъединяться может. Конечно, есть небольшие группы, которые вообще его не понимают, но, по крайней мере, в любой деревне сейчас можно встретить людей, которые в обиходе английским языком владеют. Поэтому при учете того, что сейчас наши ученые тоже при выезде за рубеж хорошо владеют английским языком, первый языковой барьер – это будет пройден. Второе – это, конечно, желательно при возможности, если проводятся длительные стационарные исследования, выучить местный язык. Но если брать берег Маклая, в три деревни – Бонгу, Галентгубу, там местный язык – Бонгу, так называется. Это один из популовских языков. Конечно, он совершенно другой, не похож на эндорфейские языки, и чтобы его изучить, потребуется длительное время. Но, освоив его, соседы эти получат гораздо больше преимуществ, потому что в этом случае он, как бы, станет уже почти своим человеком для местных жителей. Так, следующий слайд. Ну, если показано, инсценировка встречи. Миклажи Хмаклаи и первый популац, который он встретил, который впоследствии стал его другом популац по имени Туй, его прямые потомки также проживают до сих пор в деревне Гарентов. Следующий слайд. Ну, в Кокрацке Николай Николаевич И. Миклу Хмаклаи общается с Асием Туи, прямым потомком, при этом первого популаца, с которым познакомился великий русский ученый. Следующий слайд. Здесь мы с Игоря Гасси собрались группы местных жителей, которые встречали нашу экспедицию в 2017 году. Следующий слайд. Как только пройденный языковой барьер, начинается очень интересная часть работы. Сбор сведений по различным сторонам и аспектам культурной традиции коренного населения. Но в первую очередь здесь идет речь о сборе культурного материала, который нужно разработать перечень вопросов, перечень тем и находить ценных информаторов или информантов, чтобы они делились ценными сведениями. И эта задача очень непростая, особенно в настоящее время. Дело в том, что сейчас многие молодые люди, даже вот среди мангуанцев, уже слабо знают какие-либо древние легенды или предания. Они не очень хорошо осведомлены о каких-то особенностях систем термингового родства, социальной организации. Хотя, в принципе, сами эти элементы культуры еще хорошо сохраняются. Поэтому для таких целей лучше находить пожилых людей, у которых еще живая память и которые очень многое могут рассказать при общении. Первым делом это всегда проявлять дружелюбие, сдержанность, надо дать чувство юмора, чтобы расположить в себе информантов. Многие технографы, работая среди различных народов Земли, допускают такую оплошность. Они очень вели себя назойливо, навязчиво, постоянно бегали за местными жителями, мешали им работать, вторгались в их личную жизнь, либо побольше собрать материал и таким образом написать объемные научные труды. Это подход неправильный, потому что в таких случаях местным жителям очень быстро надоедает такой этнограф, и они от него стараются как можно быстро избавиться. А как избавляется? Ну, очень просто, очень быстро рассказывают то, что он хочет услышать. Зачастую то, что не соответствует реалиям. Ну, то есть, другими словами, лукавец и его настал. Поэтому с этим можно быть очень осторожным. Именно по этой причине по каким-либо вопросам никогда нельзя опрашивать только одного информанта. По одному вопросу дожимы сведения разных информантов и после этого проводить анализ того, что было услышано. Это тоже вопрос трудоемкий и очень затруднительный, потому что нередко информанты дают противоречивые сведения. И тут уже приходится уголков внедряться в прошлое исследование и сопоставлять, чтобы выявить истину. Следующий слайд. Вот здесь показаны будни полевой этнографической работы, которые я проводил в 2019 году. Следующий слайд. Это моя коллега в 2017 году собирала у местных жителей сведения по поводу семейной жизни и положения женщин в поповоцкой общении. Следующий слайд. Проще обстроить это дело при изучении материальной культуры, строений, предметов обихода, предметов искусства, транспортных средств, музыкальных инструментов. При этом недостаточно просто описать, как предмет выглядит, имеет конструктивные особенности, но и знать место его возникновения, кто его автор, если таково имеется. И когда был построенный, возможно, регион происхождения предметов, если он попал откуда-то с других мест. Тоже работа весьма трудоемкая, потому что зачастую, например, у классов понятие «время» очень расплючатое. Они не могут рассказать там то, что было лет 10-15 назад. Они не ведут точный календарь даже в настоящее время. И если у него спросить код информата, когда, допустим, будет изготовлен барабан в каком году, если он очень такой старинный, то он подобной информации не даст и зачастую даже не скажет, кто автор этого произведения. Кроме того, если, допустим, речь идет о каких-то сакральных предметах, которые хранятся в мужских домах, то там вообще не бывает какого-то одного владельца, священные предметы и ликвии, они принадлежат целой общине. То есть в этом случае, конечно, нам необходимо разбираться в тех предметах, которые он изучает и которые описывает. Следующий слайд. Вот здесь мы видим пополосы бонгов в праздничных нарядах во время нашего прибытия энергозаволия и грандиозных праздников, я уже говорил, и влачились так, как облачались предки 150 лет назад. Вот здесь изображены с левой стороны, с правой ручные барабаны окамы пополосов бонгов. Барабаны в форме песочных часов очень распространены на новой гивенере. Это является самым, едва ли не самым главным инструментом пополосов, и он сохраняется дольше всего. Допустим, в настоящее время из всего многообразия музыкальных инструментов полосов бонгов, которые были зафиксированы советскими учеными в 70-е годы, остались только три. Это вот пучная барабана окам, далее это сигнальный бонг барум и сигнальный ракмин. Остальные инструменты, к сожалению, исчезли. Следующий слайд. И еще необходимый момент, который требует детального рассмотрения. При работе с информантом нужно обязательно уточнять такие детали, кто и когда ему передавал информацию, которая у нас полагает. Среди наших этнографов вот будет такой неопротичный случай. Но уже в конце 20-го века один наш этнограф посетил один из регионов Сибири и среди одного кленового народа собирал теографические сведения. И вот он разговаривал с одним стариком, таким древним, который был местным занятоком, обычаи, традиции, фольклора. И тот ему очень много рассказал легенд, преданий. Он вообще записывал, записывал свою записанную книжку, исписал много листов, был очень доволен, рад. Ну и полное счастье в конце спросил этого старика. Ну я очень доволен, что ты переделился со мной этими сведениями. Ты столько много знаешь, и наверняка тебе это все рассказал твой отец, либо твой дед. На что этот старик отмахнулся рукой и сказал, да нет, ты что. Я это все прочитал в местном учебнике краеведения, который вышел при Советском Союзе в 1950 году. Этот учебник я прочитал в библиотеке, которая находится в городе недалеко от нашего селения. Ну вот этот граф схватился за голову. То есть в настоящее время, конечно, можно всегда узнавать, откуда информация, которая владеет информат, изначально исходит. Действительно он получал ли это от своих предков, либо это, как в данном случае, он сам уже вычитал с какого-то учебника. Ну, конечно, необходимо рассказать о правилах безопасности во время полевых работ в тропической зоне. Первонаперво необходимо всегда ставить себя на повестку, что лучше всего исследования в тропе проводить во время сухого сезона. Когда влажный сезон, там идут сплошные дожди, сплошная грязь, и работать в таких условиях практически невозможно, как бы человек ни был экипирован. Но порой даже во время сухого сезона тоже выпадают дожди, поэтому при себе ученые должны всегда иметь фухиары, емкости, водонепроницаемые, которые должны храниться ценные предметы. Это отличная аппаратура, записанные книжки и другие ценные вещи. То же самое касается и одежды. Обязательно должна быть непромыкая обувь и какие-то площади, иногда в случае ливневых дождей. Поскольку на Новой Гвинеи очень много комаров, они очень сильно докучают, особенно по ночам, то без противомоскитной сетки ехать туда нельзя. То есть можно что угодно не брать, но противомоскитная сетка это обязательно. Не говоря же о том, что тамошние комары разносчики малейных плазмодиев. Но об этом скажу немножко позже. Что касается передвижения по маршрутам, конечно, всегда ходить группами. Любой человек, который отклонился от группы, он рискует пострадать. Либо там куда-то провалиться, либо быть укушенным змеем или насекомым, и потом не получить помощи. Поэтому отклоняться от группы далее, чем на расстоянии видимости, ни в коем случае нельзя. Это железное правило во время того, когда экспедиция перемещается от одной деревни в другую. И никогда на Новой Гвинеи этнографическая экспедиция не должна перемещаться без сопровождения местных жителей. Все-таки во многих районах Новой Гвинеи отношение к чужикам по-прежнему остается враждебным. И внезапное появление ученых на территории какой-то деревни уже может вызвать нежелательные последствия. Поэтому когда сопровождать местных жителей, это всегда гарант безопасности. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот здесь члены второй экспедиции 2019 года на пути к Новой Гвинеи, к берегу Маклая. Следующий слайд. Самое главное, о чем необходимо помнить, это как-то минимально, то есть максимально себя обезопасить от возможных болезней. В первую очередь от малярии и дизентерии. От малярии в настоящее время прививок нет, поэтому нужно принимать в качестве профилактики определенный вид таблеток еще до отъезда в тропические районы, во время пребывания там и после того, как ученый возвращается обратно. Что касается дизентерии, то перед отъездом необходимо сделать соответствующую прививку. В этом случае человек будет защищен. Скажем так, от двух главных болезней, которые посерегают в тропиках. Ну и конечно, находясь в зоне исследований, соблюдать определенные правила. Желательно не пить воду из местных рек, ручьев, брать питьевую воду с собой. Но если вдруг питьевая вода исчерпана, то, как допустим в случае на берегу Маклая, воду набирать ближе к рамам, где она чище. Ну и в целом, конечно, чтобы как-то атоматизироваться, человеку требуется от трех до четырех дней, чтобы вынести эту жиру, эту гладость. Это просто нужно перетерпеть, и такой небольшой перевод требуется каждому человеку. Ну что касается завершающей фазы исследований, это, конечно, обработка всей информации, но только публикации, которые делятся на научные и научно-популярные. Научные публикации должны иметь определенный стиль, использовать профессиональную терминологию, и они предназначены, конечно, для узкого круга ученых-специалистов. Ну, научно-популярные публикации – это все через широкого круга читателей, там более свободный стиль изложения, без использования профессиональных терминов, и вообще более доступный язык для понимания. Вообще, популяризация науки в наше время играет второстепенное значение для привлечения молодого поколения для алкоголочных исследований, в частности, аэрофических. Следующий слайд. Как исторически привелось, что в нашей стране новых океанистов всегда было очень мало. Это были такие штучные экземпляры всегда, даже в лучшие советские времена. После распада Советского Союза положение океанистки еще более ухудшилось, ученых стало еще меньше. И вот после двух российских экспедиций в Попо-Ново-Гвинею в 2017 и 2019 годах, надеемся, что положение улучшится, и в нашей стране появятся новые молодые ученые, которые будут заниматься этнографией не только в Новой Гвинеи, но и океане в целом. Океане – это огромный и очень разнообразный регион в плане культуры, языков и антропотипов. Я говорю уже о том, что во многих уголках океана сохраняются многие элементы традиционной культуры, а это очень общая ценность для этнографии. следующее стоит. Это повторно здесь. Бонглавцы на берегу встречают гостей из России. Следующее стоит. Ну и в заключение хотел бы сказать, что любые этнографические экспедиции – это не какая-то увеличительная прогулка по каким-то эзотическим местам, что сложилось такое мнение, что это подобно такому туристическому маршруту. Нет, это очень тяжелый, кропотливый и зачастую опасный путь исследований. И всю историю этнографических исследований мы и ученые остались жизнью. Это были такие научные жертвы. Поэтому, учитывая все эти нюансы и подготовки проведения болевых исследований, можно максимально себя обезопасить, чтобы научная работа принесла максимальную пользу, и в то же время, чтобы безопасность человека также была на первом месте. Я думаю, что в наше время полевые этнографические работы в тропических зонах несравненно проводятся лучше и легче предыдущих пор, но, тем не менее, сохраняются определенные принципы и методы, которые необходимо учитывать. тогда, когда люди готовятся к проведению таких экспедиций. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, то готовы ответить. Игорь Викторович, благодарю вас за такую интересную лекцию. Уважаемые участники, если у вас есть вопросы, вы можете задать их в чат либо озвучить их голосом. Я вам сейчас параллельно в чат пришлю вопросы, которые вы можете проработать самостоятельно, а также поделюсь тремя видео, о которых говорила в начале лекции. Вопросов пока не вижу. Если нет вопросов, вы можете скопировать сообщение из чата с видео. Если нет такой возможности, можно написать на нашу почту info.sobaka.mikuhamaklai.ru Я вам дополнительно вышлю все необходимые материалы. Мы также будем рады видеть вас в числе конкурсантов нашего конкурса экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая, который будет стартовать 1 апреля. Вот здесь в чате также я продублировала ссылочку на проект. Все условия конкурса и сам конкурс будет проводиться на этой площадке. Мы очень ждем ваших работ и очень надеемся, что вы примете участие и станете молодым исследователем остеоновой гениии. Не вижу вопросов. Если они будут, можете также написать нам на почту электронную. Игорь Викторович, еще раз благодарю вас за лекцию. И мы тогда прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok